В универсальном спортивном комплексе Подмосковья состоялось первенство Московской области по шашкам. Неспроста это масштабное мероприятие прошло именно в нашем городском округе. Вечелковская шашечная школа является одной из сильнейших во всем регионе. А наши спортсмены занимают призовые места на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Среди участников первенства по шашкам в разные годы было немало ребят, которые добились больших успехов в этом интеллектуальном виде спорта. Так, например, в прошлом году участие в шашечном состязании принимал 16-летний Иван Илясов, являющийся мастером спорта России и чемпионом мира по шашкам. В свои юные годы он уже имеет 57 медалей. В этот раз в соревнованиях приняли участие ребята, которые неоднократно побеждали на первенстве России. Я занял первое место в первенстве России, второе, третье занимал. Меня научил мой тренер Сухович Вячеслав Степанович, но я занимаюсь сам. Иногда соперники глупые ходы делают, а я смотрю это. Вот эти ходы я уже смотрел в книжках, ну и я выигрываю, потому что я уже знаю эти позиции. В прошлом году на России я заняла три первых места, в этом году я заняла второе место, и в 19-м году я заняла два вторых и первое. Ну, достаточно много занимаюсь, наверное. Чтобы показать свое мастерство в такой игре, как шашки, в спорткомплексе Подмосковья собралось очень много молодежи разного возраста со всей Московской области. Всем им предстояло нешуточное противостояние, а для этого надо было как следует сконцентрироваться и мыслить максимально оперативно. Традиционно приезжают на первенство Московской области, это сильнейшие города, кроме Щелково, еще Ступино, Электросталь, Химки, Королев. Ну, есть представители из Лосима Петровского. Самые быстрые шашки, которые могут быть, то есть они практически нет на время и практически нет времени подумать. То есть надо делать очень быстрые ходы. Ну, получается, то есть самая-самая быстрая программа, которая есть сейчас. Так, каждому участнику на один ход дается всего лишь три минуты. Именно за это время надо понять, как опередить своего соперника и просчитать игру на несколько ходов вперед. Всего участникам предстояло преодолеть восемь туров, каждый из которых в среднем длился около 30 минут. В завершении первенства самые лучшие шашисты в каждой возрастной группе были награждены медалями и грамотами. А также получили возможность принять участие в соревнованиях всероссийского уровня, что для щелковских спортсменов, конечно, не впервой.